Слава тебе, господи, мы добрались до примерочной. Сейчас будем мерить. Боже, какой здесь свет. Ну, я очень плохо выгляжу под этим светом. Не обращайте внимание на мое лицо. Так, я сегодня одета в... Такое вот вдарила по-желтенькому. Очень хочется, знаете, уже солнечного света, весны. Вот я поэтому вот такая вот сегодня, такая весенняя. А юбка у меня такая... Фасон цыганский, расцветочка шотландская. Это если поженить цыганку с шотландцем, то есть в наше время можно уже с шотландкой. Так, ладно, оставим эти шуточки. Давайте смотреть наш улов. Вот чего мы понабрали, сейчас будем это мерить. Очень интересно. Посмотрим, что получится из этого. Кстати, я вам хотела вот что показать. Смотрите, видите, я... Видно или нет? Видите, я залепила телефон скотч-тейпом. Я вам сейчас скажу. Это динамик. Я снимаю в магазинах, и здесь играет музыка популярных композиторов, которая на ютюбе не разрешено. Ее используют без лайсенса и так далее. Даже если она очень-очень тихая, эта музыка, то ютюб умудряется все равно ее как-то услышать. И присылает мне не страйки, конечно, слава богу, пока еще, а какие-то там ноут, что я использую без лайсенса какую-то музыку. И, в общем, делает мне такое ну-ну-ну. Я вообще хочу сказать, что я три месяца веду канал на ютюбе, и ютюб это такое минное поле. Знаете, так по нему бежишь, раз, не туда наступил, вжих, ноги нету, побежал дальше, не туда наступил, вжих, руки нету. Да, так что сложно, сложно, там много чего сложностей, много-много всяких необычных вещей. Короче говоря, так вот я залепила, значит, я говорю в наушники, залепила динамик скотч-тейпом, чтобы музыка, которая звучит в магазинах, не мешала мне, не делала мне проблем потом с ютюбом. Короче, в общем, голь на выдумке хитрая, сгаляемся как можем. Все, давайте будем мерить. Я сегодня без жирных пятен, потому что нас сегодня не кормили. Я жевала свой салатик с рыбкой, и, в общем, вот так. Все, хорошо, давайте будем мерить, примерять. Сейчас покажу вам, что я набрала. Так, первое платье, между прочим, очень миленькое. Оно мне действительно нравится, и сидит так красиво, и к сапогам моим подходит, как ни странно. Я как будто знала, вдарила по-желтенькому и оделась в желтые сапоги. Очень симпатичное платье, между прочим. Единственное, что я в нем так запуталась, ну, знаете, вот это вот платье, а внизу такое черное платье с липкой, подкладкой, и оно как бы тут шлейки. В общем, короче, я запуталась, чуть не плюнула, не махнула и не решила, что я уже не буду его мерить. Но все-таки вот превозмогла, так сказать, себя и трудности. Нам ни коронавирус не страшны, никакие трудности не страшны. И все-таки влезла в него, померила и не жалею. Вы знаете, оно мне нравится. Оно очень симпатичное. Я даже хотел, как всегда, напялить на него свой желтый пояс к моим сапогам, но вот не нужно. Оно вполне неплохо смотрится без пояса. Ох, стойте, у меня уже к нему сумочка. Я ведь приволокла специально эту сумку, чтобы вам показать. Ну какая же прелесть. Уже так подходит, просто ну вообще. Я знаю, что это сейчас не модно, что не модно так все, чтобы подходило прямо один в один. Но я человек старомодный, я люблю. Ну что, мне нравится вполне. Платье действительно симпатичное, оно так красиво сидит, подчеркивает фигуру мою, не подчеркивает то, что не надо, подчеркивает то, что надо. И редикюльчик. Та-дам. Так, мерим дальше. Симпатичное платье. Я посмотрю, посмотрю, сколько оно стоит, какой-то размер. Платье, ну такое. Значит, тоже в нем, я не смогла там застегнуть сзади, там какая-то очень маленькая тяжелая пуговица. В смысле, пуговица не тяжелая, тяжелая застежка. Значит, оно, кстати, тоже симпатичное платье, оно так, так, это миленько так сидит, очень так по фигуре облегает. Рукавчик такой, жиренький. Проблема в нем вот в чем. Значит, там, оно тоже имеет подкладку, потому что оно вообще прозрачное на самом деле, но дело в том, что подкладка тоже прозрачное. Так вот, может, на камере не видно, а вообще, если я так встану, то у меня так все насквозь видно. Видно, несмотря на подкладку. И подкладка экстремально короткая. Вот она где-то мне доходит вот до сих пор. Может, вы видите? То есть, вот видите, вот подкладка. И дальше ноги. И тут еще по разрезу по такому. Хо-хо. Не, ну что, красиво, между прочим. Ну, это такой для особого случая, на какое-то такое мероприятие, свиданку там. Ну и, может быть, для кого-нибудь помоложе, чем я. Ну, я бы только оделась, если бы я была лет на 20 моложе и килограмм на 5 худее. Вот. Красивое платье, конечно, но для определенных... Да, но оно очень так, видите, хорошо пошитое, красиво, очень красиво, очень сидит по фигуре. Если бы оно не было вот это вот все прозрачное, короткое и все, я бы, может, уже его купила. Оно красивое. Так, ладно, идем дальше. Сапоги желтые мои к нему не подходят совсем. Нет, ну никак. Тут совсем никак, никак. Ну то, что есть. Обувку я своего размера не нашла здесь. Очень даже симпатичная такая юбчонка под анималистичного принта. К ней свитер в тон. Такого... Какого он цвета этот свитер? Ну, карамельный, да? И юбочка такая вот. И тут мои желтые сапоги тоже подходят. Вы видали такое? Я вот правда же случайно их одела. Я еще причем их надела и подумала, вот я же пойду мерить, и они же ни к чему не подойдут. И будут такие совершенно выделяться, некрасиво вот. Ну вот, представляете, я как будто бы случайно так получилось. Да, вот такой, знаете, юбка симпатичная. Она здесь вот так на пуговицах. Так. Вот такой свитерочек. Он коротенький. Вы можете так заправить немножко, но даже можно не заправлять, потому что он так короткий. Так это все выглядит. Очень симпатично, мне нравится. Да, это неплохой комплект. Ой, сумочку давайте к нему. Давайте к нему сумочку. Нет, просто вы скажите. Ну вот вы скажите, ведь подходит. Да. Так, пойдем дальше. Так, ну и последний комплект. Просто вообще обожаю, люблю всем сердцем. Потрясающе шикарный. Я считаю, очень красивый. Во-первых, очень актуальная юбка из кожзаменителя или, как сейчас говорят, эко-кожи. Под крокодила к тому же, что вообще, вообще виск и писк последний. Она очень красивой такой формы. Видите, она здесь по талии, здесь такой пояс. И она очень такая расклешенная, с карманами. Потрясная юбка. Если честно, мне она очень нравится. Просто она так сидит красиво и такими фалдами спадает. Хорошего качества клеенка. Ну, клеенка же, что там? Ну, хорошего качества клеенка. Мягенькая такая, не стоит колом. Видите, симпатичная. И вот такой вот цветарок к ней. Потрясающе тоже мне нравится. Я вообще не люблю горло, но здесь оно как-то так сделано хорошо, такое мягкое. Ну, как-то не душит. У меня обычно горло давит. И он такой черно-белый с такой пушиночкой. Очень красиво вместе. И тут мои желтые сапоги как нельзя кстати, потому что, когда я вся в таком черном, черно-белом немножко, ну, в принципе, таком черном, то акцентная обувь в виде желтых сапог очень даже вписалась. Ой, сумочка. Стойте-ка. Oh my god. Now we're talking. Посмотрите только на это. Ну, вот вы мне скажите, что это плохо. Скажите мне, что это плохо. Это ведь хорошо. Это так красиво. Вот так вот я с ничего собрала себе такой комплект. Представляете? Ходила, шарилась по этому топ-шопу, ничего не могла найти. Правда. Но вот надергала каких-то несколько вещей, и они вот удивительно просто подходят друг к другу, к моим сапогам. Потом единственную сумку, которую принесла, я тоже практически ко всему, к любому комплекту могу ее взять и применить. Единственное, к чему вот это вот не подходит ни сапоги, ни сумка, это вот к этому черному платью с этими рукавчиками такими. А так, в принципе. Ну вот мило же, правда. Мне так нравится, я прям даже не хочу это снимать. Я прям даже не знаю, прям даже что делать. Я и покупать не хочу, потому что это... Я сейчас посмотрю, сколько это стоит, но, наверное, не дешево, но мне очень нравится. Так, нет, не так надо, вот так. Вот так сапога, так, вот так, когда у меня не будет сапог, вот так. Класс, просто класс. Да, ну хорошо. Сейчас я сниму, посмотрю, сколько это все стоит и какие-то размеры вам покажу, чтобы вы представляли и понимали. Но юбка, конечно, такая моя любовь. Мне прямо так она нравится. Так, давайте посмотрим, что сколько стоит. Я на самом деле уже посмотрела. Юбка стоит 95 долларов. Ой. И это не... За искусственную клеенку из топ-шоу, вы знаете ли. Да, значит так. Юбка была размер европейский 38. И вот ее цена. Так что мы ее, конечно, оставим. Хотя мне жалко. Цвитер этот был размер тоже европейский 36. Стоил он 70 долларов. Юбка анималистичная. У нас размер европейский 38. Стоит 70. Вы понимаете, цены это не дешево. Амин, это не то, что уже так уж дорого. Но это не... Не так, что прямо уже бесплатно даром отдают. Так, свитер 36, 38 европейский. И цена была, по-моему, 60. Да, 60 долларов. Платье. 52,50. Было 90, оно, видимо, на сейле сейчас. Европейский 38. Я бы купила, если бы оно не было такое прозрачное. Потому что цена не... Ой, сумочка упала. Цена не смертельная. И вот это платьице был размер тоже европейский 38. И стоило оно 75 долларов. Что вообще безумно дорого. Я вообще не понимаю абсолютно, за что. Вот такая вот, знаете, синтетическая тряпочка. Оно неплохо сидит, оно неплохо выглядит. Но это вообще как бы, ну... А сумка... Сумка тоже 58 долларов. Тоже не за что. Ну, тут вроде как такой этот... Я даже не знаю, это настоящий. Нет, вряд ли. Это на сейле оно было. Да, она на сейле 58, на стол дороже. Ну, ладно. Так. Я влезла в свою цыганско-шотландскую юбку. И буду с вами прощаться, наверное. А может, еще возьму, вас покажу. Пойду возьму себе кофе, куплю на ужин. Обедали салатиком, ужинаем чашечкой кофе. Так и живем. Дорогие друзья, я надеюсь, вам понравилось и было интересно. Я надеюсь, что вы получили удовольствие. И как бы я пыталась вас развлекать, примерять и так далее. Несмотря на страшную заразу, которая бушует в нашей стране. И я, несмотря на это, пошла в магазин. Не испугалась и снимаю тут для вас. Хотя людей, конечно, нету, но тем не менее. Да. Окей, будем прощаться. Всего доброго. Я посмотрела на себя. У меня вид абсолютно. Здесь такой свет. Я какая-то вся красная, блестю, блестящая. Ну ладно. Как есть. Всего доброго. Увидимся в следующем видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...